Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, речь у нас с вами сегодня пойдет о Самвеле Адамяне. Да-да, мы с вами будем обозревать отдых в Турции, а именно начнем с дня рождения Ирины, сестры Самвела. Вы знаете, я посмотрела этот ролик, это был ржач самый настоящий. Отдыхают они в Турции, расслабляются, но там просто один смешнее другого. Серьезная только Ирина, только она, знаете, такая в образе, в образе светской, великосветской дамы. Все у нее чинно, все у нее как должно быть, все остальные, как говорится, обнять и плакать в хорошем смысле этого слова. Сам Вел решил выпендриться, решил произнести тост, говорит, что-то, я, говорит, плохо у меня с поздравлениями, да. И как ляпнул, говорит, я желаю вам, Ира, вместе с Геной жить долго и счастливо. И, говорит, умереть в один день. Вы знаете, в этот момент Иришка чуть было не поперхнулась, Коля оторвался, в конце концов, от еды, которой он был занят очень длительное время. Ну, что я здесь могу сказать? На самом деле, с одной стороны, конечно же, наверное, это великое счастье уйти в один день вместе со своим любимым человеком, вместе, так скажем, со своей второй половинкой. Прямо как в сказке, да. Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Но, с другой стороны, разве можно такое желать в день рождения своего близкого человека? К чему такие разговоры? В день рождения нужно желать счастья, любви, там, здоровья, денег, успехов, в общем, да, исполнения всех мечт, но никак не говорить о смерти. Коля молодец. Коля говорит, давайте сменим тему. И сказал, о, какая вкусная курица, в общем, то, о чем, как говорится, о вшивой, о бани. Потом решили сменить тему, но это пошло не на пользу самому колясику, потому что стали уже докапываться до Коли. Стали гонять Коле, Коле, принеси хлеба, Коле туда, Коле сюда, в общем, да, Коле, как, знаете, мальчик на побегушках. Я вот все понимаю, да, но при всем при этом я смотрела, как они все ели четверо. Было такое ощущение, словно они бегом-бегом в себя запихивали всю эту еду, гнались, боялись, что у них сейчас кто-то их догонит и отберет у них кусок еды. В общем, наверное, может быть, вспоминали свое голодное детство, я не знаю, но ели они просто за четверых. Самвел стал стебать Колю, Гена же стал жалеть колясико и говорит, вот, мол, Коля похудел из-за того, что Самвел его постоянно гнобит. Вы знаете, с одной стороны, я, конечно же, не заметила, чтобы Коля похудел, потому что, как говорится, в каком месте он похудел. Метет Коля столько, что ему постоянно мало-мало-мало-мало, и он говорит постоянно о еде. Но, с другой стороны, да, действительно, Самвел его гнобит, и очень-очень это явно видно. Далее, после колясика вспомнили мамочку. Вспомнили о мамочке, да, выпили за нее, все хорошо. Вспомнили всех родственников до седьмого колена. И пока сидели, сидели, вспоминали, вот, сидела Ирина, вспоминала вместе с Самвелом. Гена над ними потрунивал, Коля усиленно поедал, наедал килограммы. Потом сбегал, притащил им арбуз на десерт. Ну, а, в общем, что, было весело за столом, действительно. Гена с Самвелом молодцы, хохотали, хохмели по любому поводу, но не забывали постоянно про Колю. Постоянно Самвел потрунивал над ним. Я вот, конечно, все понимаю, да, почему Коля это терпит, такое отношение. Да, действительно, Коля смешной, когда он начинает открывать рот и так далее. Но с другой стороны, я считаю, что это все-таки некрасиво унижать, некрасиво принижать человека и выставлять Колю в таком дурном свете. Если Самвелу так хочется постебаться над Колей, но сделает это, как говорится, с закрытой дверью, чтобы этого никто не видел, и чтобы не ставить Колю в неудобное положение. Я понимаю хайп, я понимаю трешаки, я понимаю контент нужно пилить, как говорится, на ютубе, но все же уверена, что Коле это, конечно же, очень и очень неприятно. Ну, хотя, о чем я говорю? Я говорю, вот, Самвел прошелся по Коле. Самвел прошелся не только по Коле, Самвел прошелся еще и по брату, по родному по Эдику, еще и по папе. Вот только, знаете, о мамочке он почему-то тактично с сестричкой умолчал. Про мамочку плохого слова говорить нельзя. Ну, а далее, друзья мои, они поехали путешествовать по Турции дальше, заселились в небольшой отельчик, но, вы знаете, не все, не все были довольны. Иришка ходила, бубанила себе, бубу-бу-бу-бу-бу-бу, все ей плохо, все ей не нравилось. Ну, на самом деле, да, отдыхать в компании, где есть взрослые люди, не очень хорошо, потому что, знаете, одним нужен более активный отдых, другим нужен отдых, допустим, валяться на пляже, да, ничего не делать. На всех, как говорится, не угодишь, всем мил не будешь. Ну, я смотрю, сам Вэл, Коля, Гена, они пьют, веселятся, счастливы, наслаждаются жизнью, наслаждаются отдыхом. Ириша ведет себя просто, как истеричка. Все плачется странно. Вроде взрослая женщина, у нее взрослые дети, но почему-то показывает свои капризы на камеру. Я не знаю, зачем строит из себя какую-то принцессу на горошине. Да, леди голубых кровей, Коя никогда не была, естественно, зачем портить всем нервы, зачем портить всем настроение. Люди приехали с позитивом, да пусть они с позитивом уедут, пусть они насладятся этим отдыхом. Бедный Гена, сам Вэл был прав, уверена, что гений Ира нервы сделает еще и в номере. В общем, да, сожрет его и не подавится. Вот просто, знаете, смотришь, когда на все вот эти, ой, это мне не нравится, отель не нравится, это маленькая территория, маленькая, все маленькое, все не то, в антикварном магазине ничего стоящего не продают. Так и хочется сказать, блин, товарищи, да будьте вы попроще, и к вам уже потянутся люди. Да вспомните вы, где свои лапки сняли, буквально недавно, но ведь жизнь может все расставить по местам. Сегодня полоса белая, завтра опять может быть полоса черная, да. Ну, прям, знаете, строят из себя таких баловней жизни, таких баловней судьбы, куда там. Просто одному голубую лагуну подамает, другой хочет прыгнуть с парашютом, третий не хватает ассортимента в антикварном магазине, в общем, просто, да. Наслаждайтесь жизнью. Только вчера выпивали на Иришкином дне рождения и говорили о том, что вот, надо ценить каждый прожитый день, надо уметь наслаждаться. Так и наслаждайтесь этой жизнью, блин. Многие люди в вашей стране и в других странах не имеют возможности выехать куда бы то ни было и отдыхать нормальным полноценным отдыхом. У вас есть такая финансовая возможность. Так и радуйтесь, радуйтесь. А знаете, оказывается, кстати, Самвел-то слил сестричку, он сказал, в чем причина вот Иришкиного плохого настроения. Говорит, вот она накануне сидела в инстаграме, читала там комментарии и очень ей эти комментарии не нравились. В общем, близко все она, все это дело воспринимает к сердцу. Ну, что ж, может брать пример Самвелла. Самвел как-то немножко умеет отделять одно от другого, да. Хотя, может быть, наверное, это приходит все с опытом, а может быть и нет. Все, как говорится, люди разные. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился небольшой обзорчик на Самвелла Адамяна, на их отдых в Турции. В общем, что, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok